Аплодисменты Абожение – как раз это то состояние благодатствования, которое даётся человеку за его познание себя, за смирение. Но это познание себя и смирение невозможно без труда исполнения заповедей. Понимаете, в чём дело-то? Только именно понуждение себя к исполнению заповедей Божьих открывает мне, что я, оказывается, как следует не могу их исполнить. Подал нищему копейку, уже от Бога миллион прошёл. А оказывается, вот это понуждение себя к исполнению заповедей порождает во мне знание себя, приводит меня к смирению. А дальше – вот этот закон. Благодать Божия подаётся человеку по мере смирения. В чём это проявляется, благодать Божия? В мире душевном. Мир. Как Христос сказал, мир мой даю вам, не так, как мир мирской даю мир, а мир свой даю я, мир души. Это потрясающее состояние, о котором пишут отцы. Мир. Любовь к людям. Любовь такую, что готов действительно отдать свою жизнь за другого человека. Вообще, все дары Божии даются человеку, даются за его вот это познание себя, за смирение. И таким образом человек получает благодать Божию. Благодать Божию. Причём эта благодать Божия уже не может ему пойти во вред. Почему? Потому что он знает, что без Бога я не до порога. И что я получил эту благодать Божию не за то, что я хорош, а за то, что верю в Бога, верю, что Он есть любовь и готов дать каждому всё. А что дать? Так, как сказал Христос, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает душ на праведных и неправедных. О, когда человек достигает этого состояния, вот тогда происходит обожение, то есть облагодатствование, получает дары Святого Духа, о которых пишет апостол Павел. Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение. Посмотрите, он перечитает. Вот, оказывается, вот оно обожение. И подчас оно выражается, проявляется и во внешних даже поступках. Мы говорим, святитель Николай – чудотворец. Некоторым святым даются дары чудотворения, другим – прозрение, третьим – какого-то благотворения людям. Апостол Павел пишет, дух один святой, а дары различны. Так вот, общий закон о Божине, он именно таков. Ещё раз я повторяю, это великий закон. Мерую смирение получает человек благодать Божию. Смирение, то есть осознание, что, Господи, Ты, Ты и только Ты, я с своей стороны делаю, что могу, но знаю, знаю, что без Тебя я ничто. Апостол Павел. Апостол Павел. Смирение. Продолжение следует...